Михаил Булгаков В склянке Действие его таково При впрыскивании одного шприца Двухпроцентного раствора Почти мгновенно наступает состояние спокойствия Тотчас переходящая в восторг и блаженство И это продолжается только одну-две минуты А потом все исчезает бесследно, как не было Наступает боль Ужас Тьма Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви А вдали лес щетинный, ломанный и черный Тянется к небу и за ним горит Охватив четверть неба первый весенний закат Я омерю шагами одинокую пустую большую комнату в моей докторской квартире по диагонали От двери к окну И от окна к дверям Сколько таких прогулок я могу сделать Пятнадцать или шестнадцать, не больше Затем мне нужно поворачивать и идти в спальню На марле лежит шприц рядом со склянкой Я беру его И небрежно смазав йодом исколотое бедро Всаживаю иголку в кожу Никакой боли нет, наоборот Я предвкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет И она возникает Я узнаю об этом потому Что звуки гармошки На которой играет обрадовавшийся весне сторож влас на крыльце Рваные, хриплые звуки гармошки Глух летящие сквозь стекло ко мне Становятся ангельскими голосами А грубые босы в раздувающихся мехах Гудят, как небесный хор Но вот мгновение И кокаин в крови по какому-то таинственному закону Не описанному ни в какой из фармакологий Превращается во что-то новое Я знаю Это смесь дьявола с мою кровью И никнет влас на крыльце И я ненавижу его А закат, беспокойно громыхая, выжигает мне внутренности И так несколько раз подряд В течение вечера Пока я не пойму, что я отравлен Сердце начинает стучать так Что я чувствую его в руках В висках А потом она проваливается в бездну И бывают секунды, когда я мыслю о том Что более доктор Поляков Не вернется к жизни 13 апреля Я Несчастный доктор Поляков Заболевший в фарале этого года морфинизмом Предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь Как и мне Не пробовать заменить морфий кокаином Кокаин сквернейший и коварнейший яд Вчера Анна еле отходила меня камфорой А сегодня я полутруп 6 мая Давненько я не брался за свой дневник А жаль По сути дела это не дневник, а история болезни И у меня очевидно Профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире Если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны Итак Если вести историю болезни, то вот Я впрыскиваю себе морфий два раза в сутки В пять часов дня После обеда И в двенадцать часов ночи перед сном Раствор трехпроцентный Два шприца Следовательно, я получаю за один раз Ноль целых шесть сотых Порядочно Прежние мои записи несколько истеричны Ничего особенно страшного нет На работоспособности моей это ничуть не отражается Напротив Весь день я живу ночным впрыскиванием накануне Я великолепно справляюсь с операциями Я безукоризненно внимательен к рецептуре И ручаюсь моим врачебным словом Что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил Надеюсь и не причинит Но другое меня мучает Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке И мне тяжело на приеме чувствовать на своей спине Тяжелый, пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера Вздор Он не догадывается Ничто не выдаст меня Зрачки меня могут предать лишь вечером А вечером я никогда не сталкиваюсь с ним Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке Я пополнился ездив в уезд Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты Заведующий складом взял мое требование В которое я вписал предусмотрительно И всякую другую чепуху Вроде кофеина Которого у нас сколько угодно И говорит Сорок грамм морфия Я чувствую, что прячу глаза, как школьник Чувствую, что краснею Он говорит Нет у нас такого количества Граммов десять дам И действительно у него нет Но мне кажется, что он проник в мою тайну Что он щупает И сверлит меня глазами И я волнуюсь и мучаюсь Нет, зрачки Только зрачки опасны И поэтому поставлю себе за правило Вечером с людьми не сталкиваться Удобнее в прочем месте, чем и участок Для этого не найти Вот уже более полугода Я никого не вижу, кроме моих больных А им для меня дела нет никакого 18 мая Душная ночь Будет гроза Брюхо черное вдали за лесом Растет и пучится Вон и блеснуло Бледно и тревожно Идет гроза Книга у меня перед глазами И в ней написано По поводу воздержания от морфия Большое беспокойство Тревожное Тоскливое состояние Раздражительность Ослабление памяти Иногда галлюцинация И небольшая степень Затемнения сознания Галлюцинация я не испытывал Но по поводу остального Я могу сказать О, какие тусклые, казенные Ничего не говорящие слова Тоскливое состояние Тоскливое состояние Нет Нет Я Заболевший этой ужасной болезнью Предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам Не тоскливое состояние А смерть Медленная Овладевает морфинистом Лишь только вы на час Или два лишите его морфия Воздух не сытный Его глотать нельзя В теле нет клеточки Которая бы не жаждала Чего? Этого нельзя не определить Не объяснить Словом Человека нет Он выключен Движется Тоскует Страдает труп Он ничего не хочет Ни о чем не мыслит Кроме морфия Морфия Смерть от жажды Райская Блаженная смерть По сравнению с жаждой морфия Так заживо погребенный Вероятно Ловит последние Ничтожные пузырьки воздуха В гробу И раздирает кожу На груди ногтями Так еретик На костре стонет И шевелится Когда первые языки Пламени Лижут его ноги Смерть Сухая Медленная смерть Вот что кроется Под этими Профессорскими словами Тоскливое состояние Больше не могу И вот взял И сейчас Уколол себя Вздох Еще вздох Легче Вот Вот Мятный холодок Под ложечкой Три шприца Трехпроцентного раствора Этого мне хватит До полуночи Вздор Это запись Вздор Не так страшно Рано или поздно Я брошу А сейчас спать Спать Этой глупой борьбой С морфием Я только мучаю И ослабляю себя Далее в тетради Вырезана Десятка Два страниц Десятое ноября Опять Рвота В четыре часа Тридцать минут Когда мне Полегчает Запишу Свои ужасные Впечатления Четырнадцатое ноября Итак После побега Из Москвы Из лечебницы доктора Фамилия тщательная Зачеркнута Я вновь дома Дождь льет пеленою И скрывает От меня мир И пусть скроет Его от меня Он не нужен мне Как и я Никому не нужен В мире И стрельбу И переворот Я пережил еще В лечебнице Но Мысль бросить Это лечение Воровски Созрело У меня еще До боя На улицах Москвы Спасибо морфию За то что он Сделал меня храбрым Никакая стрельба Мне не страшна Да и что вообще Может испугать Человека Рубашку я захватил Больничную Не до того Что я не всегда Что я не всегда Владею собой Я болен Что же Презирать Меня Я вернул Больничную Истек Я очень Благодарен Вам За помощь Я чувствую себя Значительно Лучше Буду Продолжать Лечиться У себя Ответил он так Вы ничуть не чувствуете Себя лучше Мне право смешно Что вы говорите Это мне Ведь одного Взгляда на ваши Зрачки достаточно Ну кому вы говорите Я Профессор Не могу Сразу Отвыкнуть В особенности Теперь Когда Происходят Все эти события Меня совершенно Издергала Стрельба Она кончилась Вот новая власть Ложитесь опять Тут я вспомнил все Холодные коридоры Пустые Масляной краской Выкрашенные стены Я ползу Как собака С перебитой ногой Чего-то жду Чего Горячие ванны У Кольчика В 0,005 морфия Дозы От которой Правда Не умирают Но только А вся тоска Остается Лежит Бременем Как и лежало Пустые ночи Рубашку Которую я Изорвал На себе Умоляю Чтобы меня Выпустили Нет 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 Изобрели морфий Вытянули его Из высохших Щелкающих головок Божественного растения Ну так найдите же Способ и лечить Без мучений Я упрямо Покачал головой Тут он Приподнялся Я вдруг Испуганно Бросился к двери Мне показалось Что он хочет Запереть за мной дверь И силою Удержать меня В лечебнице Профессор Побогровел Я не тюремный Надзиратель Не без раздражения Мол был он И у меня Не бутырки Сидите спокойно Вы хвастались Что вы совершенно Нормально Две недели Назад А между тем Он выразительно Повторил Мой жест Испуга Я вас Не держусь Профессор Верните мне Мою расписку Умоляю вас И даже голос Мой жалостливо Дрогнул Пожалуйста Он щелкнул Ключом в столе И отдал мне Мою расписку О том Что я обязуюсь Пройти весь Двухмесячный Курс лечения И что меня могут Задержать в больнице И так далее Словом Обычного типа Дрожащей рукой Я принял записку И спрятал Пролепетав Благодарю вас Затем Встал Чтобы уходить И пошел Доктор Поляков Раздалось мне вслед Я Обернулся Держась за ручку двери Вот что Заговорил он Отдумайтесь Поймите Что вы все равно Попадете В психиатрическую Лечебницу Но немножко Попозже И при том Попадете в гораздо Более плохом состоянии Я с вами считался Ну а если бы его не было Взломал бы я шкаф Или нет А? По совести Взломал бы Итак Доктор Поляков Вор Страницу я успею вырвать Но насчет практики Он все таки пересолил Да я дегенерат Совершенно верно У меня начался Распад моральной личности Но работать Я могу Я никому Из моих пациентов Не могу Причинить зла Или вреда Да Почему украл? Очень просто Я решил Что во время боев И всей этой кутерьмы Связанной с переворотом Я нигде не достану Морфия Но Когда утихло Я достал еще В одной аптеке На окраине 15 грамм Однопроцентного Раствора Вещь для меня Бесполезная И нудная Девять шприцев Придется впрыскивать И унижаться Еще пришлось Фармацевт Потребовал печать Смотрел на меня Хмуро и подозрительно Но зато На другой день Я Придя в норму Получил Без всякой задержки В другой аптеке 20 граммов В кристаллах Написал Рецепт Для больницы Попутно Конечно Выписал кофеин И аспирин В конце концов Почему я должен Прятаться Бояться Которое у него Никто не может Отнять Способность Проводить жизнь В полном одиночестве А одиночество Это важные Значительные мысли Это созерцание Спокойствие Мудрость Ночь течет Черна И молчаливо Где-то оголенный лес За ним речка Холод Осень Далеко Далеко Взъерошенная Буйная Москва Мне Ни до чего Нет дела Мне Ничего Не нужно И меня Никуда Не тянет Гори огонь В моей лампе Гори Тихо Я хочу Отдыхать После Московских Приключений Я Хочу Их Забыть И забыл Забыл 18 ноября Заморский Подсохло Я вышел Пройтись К речке По тропинке Потому что Я Почти никогда Не дышу воздухом Распад Личности Распадом Но Все же я делаю Попытки Воздерживаться От него Например Сегодня утром Я не делал Впрыскивание Теперь я делаю Впрыскивание Три раза В день По три шприца Четырехпроцентного Раствора Неудобно Мне жаль Каждый новый процент Убивает ее Мне жаль Какой человек Да Так вот Когда стало плохо Я решил все таки Помочиться Пусть бы Полюбовался на меня Профессор Н И Оттянуть укол И Пошел к речке Какая пустыня Ни звука Ни шороха Сумерик еще нет Но они где-то Притаились И ползут По болотцам По кочкам Меж пней Идут Идут К Левковской больнице И я ползу Опираясь на палку Сказать по правде Я несколько Ослабел В последнее время И вот вижу От речки По склону Летит Ко мне Быстро И Ножками Не перебирает Под своей Пестрой Юбкой Кулаколом Старушонка С желтыми С желтыми Волосами В первую минуту Я ее не понял И даже не испугался Старушонка Как старушонка Странно Почему на холоде Старушонка Простоволосая В одной кофточке А потом Откуда Старушонка Какая Кончится у нас Прием В Левкове Разъедутся Последние Мужицкие Сани И на десять Верст Кругом Никого Туманце Болотце Леса А потом Вдруг Вот Холодный Потек Меня По спине Я понял Старушонка Не бежит А именно Летит Не касаясь Земли Хорошо Но не это Вырвало У меня Крик А то Что в руках Старушонки Вилы Почему я так Испугался Почему Я Упал На одно колено Простирая руки Закрываясь Чтобы не видеть Ее Потом Повернулся И ковыляя Побежал К дому Как к месту спасения Ничего не желая Кроме того Чтобы у меня Не разрывалось Сердце Чтобы я Скорее Вбежал В теплые комнаты Увидел Живую Анну И морфию Я Прибежал Здорово Пустая галлюцинация Случайная Галлюцинация Девятнадцатая 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 Ноября Работа Это плохо Начинаю мой разговор С Анной Двадцать первого Анна Фельдшер знает Я Неужели Все равно Пустяки Анна Если не уедешь Отсюда в город Я удавлюсь Ты слышишь Посмотри на свои руки Посмотри Я Немного дрожат Это ничуть не мешает Мне работать Анна Ты посмотри Они же прозрачны Одна кость и кожа Погляди на свое лицо Слушай, Сережа Уезжай Заклинаю тебя Уезжай Я А ты? Анна Уезжай Уезжай Ты погибаешь Я Ну, это сильно сказано Но я действительно Сам не пойму Почему так быстро Я ослабел Ведь не полный год Как я болею Видно Такая конституция У меня Анна Печально Что тебя может Вернуть к жизни Может быть Это твоя Амнерис Жена? Я О нет Успокойся Спасибо Морфию Он меня избавил От нее Вместо нее Морфий Анна Ах ты боже Что же мне делать? Я думал Что только в романах Бывают такие Как эта Анна И если я Когда-нибудь Поправлюсь Я навсегда Соединю Свою судьбу С нею Пусть Тот Не вернется Из Германии 27 декабря Давно Я не брал В руки Тетрадь Я закутан Лошади ждут Бомгард Уехал С Гореловского Участка И меня Послали Заменить его На мой участок Женщина-врач Анна Здесь Будет приезжать Ко мне Хоть 30 верст Решили твердо Что с 1 января Я возьму Отпуск на 1 месяц По болезни И к профессору В Москву Опять я дам Подписку И месяц Я буду страдать У него В лечебнице На человеческой мукой Прощай, Оливкова Анна До свидания 1918 год Январь Я не поехал Не могу расстаться С моим кристаллическим Растворимым башком Во время лечения Я погибну И все чаще И чаще Мне приходит мысль Что лечиться Мне не нужно 15 января Рвота утром Три шприца Четырехпроцентного Раствора в сумерке Три шприца Четырехпроцентного Раствора ночью 16 января Операционный день Поэтому большое воздержание С ночи До шести часов вечера В сумерке Самое ужасное время Уже на квартире Слышал отчетливо Голос Монотонный И угрожающий Который повторял Сергей Васильевич Сергей Васильевич После впрыскивания Все прошло сразу С 12 января Вьюга Нет приема Читал во время воздержания Учебник психиатрии И он произвел на меня Ужасающее впечатление Я погиб Надежды нет Шорохов пугаюсь Люди мне ненавистны Во время воздержания Я их боюсь Во время эйфории Я их всех люблю Но предпочитаю Одиночество Но здесь нужно Быть осторожным Здесь фельдшеры Две акушерки Нужно быть Очень внимательным Чтобы не выдать себя Я стал опытен И не выдам Никто не узнает Пока у меня есть Запас морфия Растворы я готовлю сам Или посылаю Анне За благовременный рецепт Один раз она Сделала попытку Нелепую Подменить Пятипроцентный Двухпроцентный Сама Привезла его Из Левкова В стужу И Буран Из-за этого У нас была Тяжелая ссора Ночью Убедил ее Не делать этого Здешнему персоналу Я сообщил Что болен Долго ломал голову Какую бы болезнь Придумать Сказал Что у меня Ревматизм Ног И тяжелая Неврастения Они предупреждены Что я уезжаю В феврале В отпуск В Москву Лечиться Дело идет Гладко В работе Никаких сбоев Избегаю Оперировать В те дни Когда у меня Начинается Неудержимая Рвота С икотой Поэтому пришлось Приписать И к этой желудке Слишком много Болезней У одного человека Персонал здешний Жалостлив И сам Гонит меня В отпуск Внешний вид Худ Бледен Восковой бледностью Брал ванну И при этом Взвесился На больничных весах В прошлом году Я весил Четыре пуда Теперь Три пуда Пятнадцать фунтов Испугался Взглянув на стрелку Потом это прошло На предплечьях Непрекращающиеся Нарывы Тоже на бедрах Я не умею Стерильно Готовить растворы Кроме того Раза три Я впрыскивал Некипяченным шприцем Очень спешил Перед поездкой Это недопустимо Восемнадцатое января Была такая галлюцинация Жду в черных окнах Появления каких-то Бледных людей Это невыносимо Одна штора только Взял в больнице Взял в больнице Марлю И завесил Предлога придумать не мог Черт возьми Да почему в конце концов Каждому своему действию Я должен придумывать предлог Ведь действительно Это мучение А не жизнь Гладко ли я выражаю Свои мысли По-моему Гладко Жизнь Смешно Девятнадцатое января Сегодня во время антракта На приеме Когда мы отдыхали И курили в аптеке Фельдшер Крутя порошки Рассказывал Почему-то со смехом Как одна фельдшерица Болея морфинизмом И не имея возможности Достать морфий Принимала По полрюмке Опийной настойки Я не знал Куда девать глаза Во время этого Мучительного рассказа Что тут смешного Мне он ненавистен Что смешного В этом Что Я ушел из аптеки Воровской походкой Что вы видите Смешного В этой болезни Ну Удержался Удержался В моем положении Не следует Быть Особенно Заносчивым С людьми А Фельдшер Он так же жесток Как эти психиатры Не умеющие Ничем 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 Помочь больному Ничем Предыдущие строки Написаны Во время воздержания В них Много Несправедливого Сейчас Лунная ночь Я лежу После припадка Рвоты Слабый Руки Не могу поднять Высоко И черчу Карандашом Свои мысли Они Чисты И Горды Я Счастлив На Несколько Часов Впереди У меня Сон Надо мной Луна И на ней Венец Ничто Не страшно После Укола Первое февраля Анна приехала Она Желта Больна Доконал я ее Доконал Да На моей совести Большой грех Дал я клятву Что уезжаю В середине Февраля Исполнили ее Да Исполню Если Только Буду Жив Третье февраля Итак Горка Ледяная И Бесконечная Как Та С Которой В детстве Сказочного Кая Уносили Сани Последний Мой полет По этой Горке Я знаю Что ждет Меня Внизу Ах Анна Большое Горе У тебя Будет Вскоре Если Ты Любила Меня Одиннадцатая Февраля Я Решил Так Обращусь К Бомгарду Почему Именно К нему Потому Что Он Не Психиатр Потому Что Молод И Товарищ По университету Он Здоров Силен Но Мягок Если Я прав Помню Его Ведь Может Он Надо Я В нем Найду Участливость Он Что Нибудь Придумает Пусть Отвезет Меня В Москву Я Не Могу К Нему Ехать Отпуск Я Получил Уже Лежу В больницу Не Хожу На Фельдшера Я Наклеветал Но Смеялся Неважно Он Приходил Навещать Меня Предлагал Выслушать Я Я Позволил Опять Предлоги Для Отказа Не Хочу Выдумывать Предлога Записка Бомгарду Отправлена Люди Кто Нибудь Поможет Мне Патетически Я стал Восклицать И если Кто Нибудь Прочел Боэто Подумал Фальшь Но Никто Не Прочтет Перед Тем Как Написать Бомгарду Все Вспоминал Особенности Вспыл Вокзал В Москве В ноябре Когда Я Убегал Из Москвы Такой Ужасный Вечер Краденый Морфий Я Впрыскивал В уборный Это Мучения В двери Ломились Голоса Гремят Как Железные Ругают За то Что я Долго Занимаю Место И руки Прыгают И прыгает Крючок Того и Гляди Распахнется Дверь С тех пор И фурункулы У меня Плакал ночью Вспомнив это Двенадцатая Ночью Опять Плакал К чему Это слабость И мерзость Ночью Тринадцатое февраля На рассвете В Гореловке Могу себя Поздравить Я без укола Уже Четырнадцать часов Четырнадцать Это Немыслимая Цифра Цветает Мутно И беловато Сейчас я буду Совсем здоров По зрелому Размышлению Бомгард Не нужен мне И не нужен Никто Позорно было бы Хоть минуту Длить свою жизнь Такую Нет Нельзя Лекарство У меня под рукой Как я раньше Не догадался Нос Приступаем Я никому Ничего Не должен Погубил я Только себя И Анну Что же я могу Сделать Время Залечит Как пела Амнерис С ней Конечно Просто И легко Тетрадь Бомгарду Все На рассвете 14 февраля 1918 года В далеком Маленьком Городке Я прочитал Эти записки Сергея Полякова И здесь Они полностью Без всяких Каких бы то ни было Изменений Я не психиатр С уверенностью Не могу сказать Поучительны ли Нужны ли они По-моему Нужны Теперь Когда прошло 10 лет Жалость И страх Вызванные Записями Ушли Это естественно Но Перечитав Эти записки Теперь Когда тело Полякова Давно истлело А память о нем Совершенно исчезла Я сохранил К ним интерес Может быть Они нужны Беру на себя Смелость Решить это Утвердительно Анна К Умерла В 1922 году От цепного Тифа И на том же Участке Где работала А Мнерис Первая жена Полякова За границей И не вернется Могу ли я Печатать записки Подаренные мне Могу Печатаю Доктор Бомгард 1927 год Осень Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok